Всем привет! С вами кулинарный канал Это Просто! Сегодня я буду готовить шоколадно-медовый торт на сковороде. Он получается очень мягким, нежным, просто тающим во рту. Никто из гостей не подумает, что вы его готовили на обычной сковородке. И начну я приготовление торта с замеса теста для коржей. Я беру небольшой сотейник, в который вбиваю 2 яйца, добавляю щепотку соли, всыпаю какао, вливаю сливочное масло, его я заранее растопила, и также всыпаю сахар и мед. Если вы не любите мед, то его можно не добавлять, тогда коржи у вас будут просто шоколадные. Все хорошо перемешиваю венчиком. Затем отправляю сотейник на плиту на самый слабый огонь и нагреваю массу, постоянно помешивая. Мне надо, чтобы сахар полностью растворился. Доводить до кипения не нужно. Как только появляются маленькие пузырьки, я снимаю кастрюльку с огня и всыпаю 1 чайную ложку соды. Быстро перемешиваю. Смотрите, шоколадная масса начинает светлеть и увеличиваться в размере. Эта сода вступает в реакцию. Шоколадную смесь я охладила до комнатной температуры. И теперь сюда я добавляю муку. Ее я заранее просеяла. Всыпаю муку частями, каждый раз хорошо перемешивая. Смотрите, тесто у меня становится густое и мне трудно замешивать его лопаткой. Поэтому я на стол кладу силиконовый коврик, на него пересыпаю оставшуюся муку и выливаю в нее тесто. Продолжаю вмешать руками. Конечно, работать с таким тестом очень приятно. Оно теплое, мягкое, нежное. Ну и вот таким образом я вмешиваю всю муку. Тесто, возможно, будет прилипать немного к рукам. Но муки добавлять больше не советую, чтобы оно было мягкое и не тугое. Тесто я хорошо вымесила. И теперь стол припыляю мукой. Немного раскатываю его в большую колбаску. И делю его на 8 приблизительно равных частей. Каждый кусочек теста формирую в шарик. Перекладываю их на тарелку, накрываю пищевой пленкой и отправляю в холодильник на 1 час. Такое тесто можно приготовить и заранее и хранить в холодильнике несколько дней. Прошел час. Тесто охладилось до нужной температуры. Рабочую поверхность я припыляю немного мукой. И теперь каждый холодный кусочек раскатываю в пласт. Торт у меня будет диаметром 18 см. Поэтому для удобства вырезания ровных кругов я использую кольцо. Также можно использовать и тарелку нужного диаметра. Муки для раскатывания теста нужно немного. Главное, чтобы оно не прилипало к скалке. Из обрезков теста я потом формирую дополнительные коржи. Каждый коржик я хорошо протыкаю вилкой по всей поверхности. Обжариваю коржи на сухой антипригарной сковороде на слабом огне с каждой стороны. На первую сторону у меня уходит 2 минуты, на вторую где-то секунд 30. Коржи нужно переворачивать очень аккуратно, чтобы они не сломались, так как горячие не очень мягкие. Кладу их на решетку и даю полностью остыть. У меня получилось 11 коржей и из остатков теста я сделала 12-й. Два коржа я откладываю в сторону, так как в дальнейшем они мне пригодятся для обсыпки торта. И осталось сделать крем. Для него мне нужно творог и сметану перетереть. Я использую для этого погружной блендер. Делаю это для того, чтобы получить кремообразную консистенцию. Творог беру не зернистый. А в другой миске миксером взбиваю на высокой скорости жирные сливки. У меня 33%. Как только они начинают густеть, добавляю к ним сахарную пудру. И взбиваю еще 1 минуту. На данное количество ингредиентов для крема я использую 100 грамм сахарной пудры. Полный список ингредиентов вы можете прочитать в инфобоксе, либо в конце видео. Вот так хорошо взбились у меня сливки. Перекладываю их к творожной массе и аккуратно перемешиваю. Крем готов. Он получился очень воздушным и сливочным. На сервировочную тарелку наношу немного крема, чтобы не съезжал торт. И кладу первый корж. Хорошо промазываю его кремом. То же самое проделываю и с остальными коржами. На каждый корж уходит 2-3 столовые ложки крема. Вверх и бока тоже обмазываю сливочным кремом. Пока я буду измельчать 2 коржика в крошку, торт ставлю в холодильник. Коржи я ломаю на маленькие кусочки. Кладу в пакет с застежкой и скалкой измельчаю в мелкую крошку. Полностью обсыпаю торт шоколадно-медовой крошкой. Возвращаю его в холодильник. Даю время хорошо пропитаться, хотя бы часов 5. Но в идеале лучше оставить на ночь. Я обожаю печь торты. Их у меня на канале уже не так мало. Все их рецепты вы можете найти у меня в плейлисте выпечка. Шоколадно-банановый, баунти, тирамису, черный лес. Заходите, смотрите и готовьте вместе со мной. Ну и конечно же давайте я покажу вам торт в разрезе. Посмотрите, какой он получился мягкий. Я никаких не прикладываю усилий, чтобы его разрезать. Приготовьте шоколадно-медовый торт в ближайшие выходные и порадуйте своих близких. Если понравился рецепт, поставьте лайк. Мне будет очень приятно. С любовью, ваш кулинарный канал. Это просто!